В неделю. Затем. У вас есть у каждого игрока одна бесплатная арена. Первая арена всегда бесплатная. Арена это не новичковский формат, она требует определенного опыта и если вы с нулевыми знаниями пойдете на арену, вы скорее всего проиграете 0-3. Ну может 1-3, да? В двух словах, куда делись Гринч? Имен? Пропиорились и ушли? Ну я не знаю, я как бы не требую от них отсчетов. Не знаю, где они. Вот, соответственно, идти на арену в первые дни, если у вас 0 опыта, плохая идея, разве что вам по зарезду нужен бустер, потому что даже при самом худшем результате, если вы сыграете арену 0-3, вы можете сыграть, вы получите минимум 1 бустер. Вот, но если сыграете лучше, то получите больше. Можете кого-то позвать на помощь, можете просто сыграть ее попозже, потому что первая бесплатная арена никуда не денется. Первая будет бесплатная в любом случае. Мы сейчас с вами сыграем первую бесплатную арену, вот, и после этого вам нужно будет... Сейчас выберем, как раз мага дают. После этого нужно делать дейлики, вам в день дают один дейлик, нужно делать вот эти другие задания, которых тут не видно, но они есть. И, соответственно, у вас уже есть определенная база. Смотрите, благодаря вот этой кту на базе мы можем делать дейлики на любой класс. Дали нам дейлик на друида, собрали кту на друида, там 2-3 победы с горем пополам, но сделали. Вы не будете прям всех разрывать, потому что колода не огонь, но достаточно, чтобы там парочку, парочку затащить, победа, сделать дейлики. Соответственно, вот эта кту на базе, она позволяет играть и выигрывать любым классом, делать дейлики. Делайте дейлики, раз в неделю получаете бустер, выполняете остальные задания, и ваша коллекция постепенно растет. Картон — это коллекционная карточная игра, это не какая-нибудь дота, где ты зашел в игру и сразу ты на равных условиях с любыми игроками. То есть на старте игры все игроки в разных условиях. Здесь у кого больше коллекции, у него возможности больше. Но нужно понимать, что вот это накопление, коллекционирование — это неотъемлемая часть игры. Не нужно относиться к этому, как вот он давно играет, или он денег заплатил, вот он, значит, меня сейчас будет нагибать, а я тут такой бедненький-слабенький. Ну, сбор коллекции — это часть игры, причем немаловажный. Каждый раз, когда вы получаете новую карту, где-то открываете бустер, который раньше не было, это приятное ощущение. Поверьте, действительно здорово собирать коллекцию. И когда вы видите, как ваша коллекция пополняется, вы получаете вот эти приятные ощущения. А когда вы уже собрали коллекцию, я, например, почти всю коллекцию собрал, ты уже не пополняешь коллекцию, и вот это удовольствие теряется. Поэтому цените эти моменты, особенно стартовую, скажем, неделю, когда ваша коллекция пополняется максимально быстро. Это действительно довольно прикольно. Этих ощущений вам потом будет не хватать. Ну и просто понимайте, что у вас уйдет какое-то время на то, чтобы собрать достойную коллекцию, чтобы врываться в высокие ранги. Первая неделя точно у вас уйдет на то, чтобы как-то собрать базу. Вот мы постарались за несколько часов за вечер собрать базу, и мы ее собрали. Мы сделали почти все квесты стартовые, мы собрали уже все классы, мы можем победить всех экспертных ботов, за это дадут награду, бустер, по-моему. Мы можем прокачать всех до 10-го левела, за это дадут награду 100 голды. В общем, вот так вот все и копится. Давайте теперь играть арену, сыграем нашу первую арену. Так, барахло, 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 чудесно. Так, легко получить никак. Гандар, хватит ругаться, ты такой невоспитанный. Такой невоспитанный, прям... Так вот, я добавил, кстати, марку, друзья, ты сам не заметил. Ну ладно, давайте возьмем вот эту херню, хотя карта очень плохая. Продолжай в том же духе, говорит, еще плохая карта. Нам что-то плохие карты дают. Не-не, мы так не договаривались. Ё-моё. Ужасный старт, ужасный. Ужасный старт, ребята, просто ужасный. Первый 7 карт, вот, первая хорошая карта, первая хорошая карта, вторая хорошая карта. Сойдет. Я ответил на этот вопрос, никого. А, стоп, ЧГ. Так что, ложись. Блин, огонь, огонь. Две отличные карты, ребята. Сейчас. Уже плохо помню, кто там ЧГ есть. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как в чат, кто выжил, опи-от. Две отличные карты. Вот нам давали всякое барахло, нам приходилось брать барахло. А тут дают две сразу хорошие карты, непонятно какую брать. Ну, ладно, возьмем химика кабала, может, нам повезет. Дракон. Дракон у нас пока один. Тут нам дают неплохую двоечку. Ну, у нас 0 пятерок, может, еще драконах наберем. О, еще фрозболт. Много? О, Курьер кабала, отличная карта. Может, еще как-то и затащим. Пока начало было отвратное, начало было 0,3. Но дальше стали завозить хорошо. Сейчас будем драться, ребята, будем драться. Хоть сколько-то мы должны напобеждать. У меня... О, кстати, отличная карта, отличная карта. Но тут нам дают шикарную тройку. Хотя шикарную Ли. Учитывая, что у меня два червяка... Возьму-ка четверку, мне очень нравится эта карта. Ой, еще химика кабала. У нас был пятерочек каких-нибудь достойных. Арканские стрелы. Нет, я предпочитаю элементаря. Курва, конечно, кривая, но вот нам дают хорошую пятерку. Ладно, уехал, нормально, уехал. Хорошо. Так, у нас что там по секретам? У нас маг Керентора, да? Я все равно возьму огненное копье. Еще кабал. Вот это может затащить. Так, и поджигатель. Ну что ж, начало было просто отвратным. Супер неудачное начало. Но затем подвезли очень хорошо. И наша отвратная дека стала нормальной. Нормальной декой. Можно что-то вырываться. Объяснил бы я арену. Ох, да, наверное, стоило. Я бы протупил. Стоило объяснить арену, действительно. Ну, короче, на арене все очень просто. Когда собираешь колоду, берешь хорошие карты, не берешь плохие. Стратегия такая. Старайтесь придерживаться этой стратегии. А еще есть стратегия на игру. Вы делаете хорошие ходы, не делаете плохие. Здорово, Коль. У меня вообще довольно медленный маг. Мне нужно как-то раннюю игру играть щедро. Но зато в поздней игре у нас и книжка, и два червяка, и зелья. То есть наша задача дожить до поздней игры. Мы боимся очень оградек. Кто быстро бьет на морду, те нас убивают. Кто играет не спеша, те должны мы выигрывать. Что, опять снайперок, что ли, на арене? Ты не... А-а-а, понятно. Понятно. Так, ребята. Даю ключ на старт. Беру ключ на старт. Пять, четыре, три, два, один. Поехали! Какой-то очень успешный нам попался оппонент. Раз как мы просили. Дайте второй дроб. Опа! Нет, нет, тебе гнул второй дроб. Ну что, отдаем, наверное, курьера с монетки. Не хочется монетку отдавать без поджигателя. Но-о-о-о-о-о-о! Ничего себе! Викин дарку раскопали, даже две. Сейчас подожжем фейерверк, смотри. Ну давай-давай, зажигайся фейерверк. Че-то не зажигается. Че-то не зажигается. А, все, зажгли, отлично. Прикольно все-таки Близзард аниматоры, да? Коллекция нерослая? Есть специальные средства для роста коллекции. Да, да, действительно, согласен с тобой. Взял и попал, да? Вот нехороший человек. Взял и попал. Взял и попал. Еще не попали, ну ее мое. Ну, смотри. Однозначный плюс, если ты играешь 7-3 или выше. Потому что, если ты делаешь 7 побед, ты получаешь за арену минимум 150 голды. А арена стоит ровно 150 голды. То есть, ты минимум получаешь обратно свою голду, плюс ты получаешь бустер и дополнительные призы. Вот. Но, в общем-то, если ты играешь 4-3-5-3, то это все равно неплохо. По крайней мере, это выше среднего. Средний счет 3-3. Ух, надо с ним поменяться, кстати, да? Да, надо поменяться. Хорошая штука. За 5 маны 6-7 еще его убили. Нормально, подойдет. Преобладающие классы. Вообще, конечно, после выхода нового сета все подперемешалось. И нужно еще поиграть, чтобы выяснить. Но я думаю, что одним из лидеров остался маг. Это точно. Все еще неплохо. Должен чувствовать себя рогом. Паладин, на мой взгляд, стал послабее. Хотя, черт его знает. Надо потестить. Может быть, я просто плохо прочувствовал его. Так, ну это, очевидно, слабый оппонент. Мы его сейчас легко выиграем. Он не показывает нам... Не оказывает никакого сопротивления. Ну, это по первым ходам было. И, конечно, слабенький. Это легкая первая победа. На арене основная стратегия, основной план победы это контроль стола. Как правило, тот, кто контролирует стол, тот выиграет. Потому что, если ты контролируешь стол, то ты атакуешь. Ты навязываешь размены. Ты выбираешь, как меняться. И, соответственно, выбираешь выгодные для себя размены. Поэтому игрок, который держит стол, имеет значительное преимущество на столе. Поэтому нужно контролировать стол. За редкими исключениями. В лицо нужно закидывать, только если ты видишь, что ты убиваешь прямо сейчас, либо убьешь очень скоро. Ну, прям, ну, очень скоро планируешь убить. Это да-да, можно в лицо походить. Немножко. В лицо можно походить немножко. Много не ходить в лицо. Хантишка, мне кажется, должен стать получше. Плохо прочувствовал паладина. Да, я паладина не чувствую. Пейн, я паладина не чувствую! Кном, у тебя его нет! Чуть у нас столько карт руки, они даже не успевают разыграться. Никакой книжки тебе. Никакой тебе гнум книжки. Добавишь ВК? Да. Да, это правда. Каждую новую победу улучшает награду. Чем больше побед, тем больше награды. Говоришь, палк крутой сейчас? Ну, можно потестить. В общем, надо поиграть, потому что обновление вышло совсем недавно. Меньше недели назад еще нормально ничего не потестили. Такой хаос творится и на арене в ладере. Поэтому пока что-то утверждать сложно. И там, и там. Я думаю, пройдет недели две, а потом уже можно что-то... на что-то опираться. Очень крутая карта для старта руки, потому что она позволяет на третий ход поставить существо 4-4. Либо позже вообще бесплатно поставить, что тоже круто. Для тех, кто прослоупочил и пришел к нам поздно, ребята, запись этого стрима будет на ютубе. Вот у меня есть канал на ютубе. Ссылка под стримом. Сюда подпишитесь, там посмотрите. О, как я прорекламировал свой канал на ютубе. Незаметно. В этой арене мы очень хотим встречать медленных оппонентов с медленными деками, потому что у нас очень много лейтгейма, и у нас очень, очень мало юрлигейма. Поэтому быстрых дек агрессивных мы очень боимся. Какой-то слабенький ход. Слабенько, слабенько. Еще один нубасик, по-моему. Ладно, давай вот так. Не будем держаться за эту тетку, она не слишком ценна. Вау, вот это проблема, кстати. Вот это Хьюстон у нас проблема. Как-то было неприятно. Ну, мы справимся, конечно, с этим, но... Да, подгадил нам... Ой, книжка. Давай-ка лучше книжку, пока можем сыграть дешево. И меняемся, конечно. Ну, такси используйте, конечно. Вот это вяло, вот это такси. Ну, ладно, нормально. Полтора спала у нас хороших. Ноу подписчик. Гангрена. Гангрена и куча цифр и символов. Дайте угадаю, это связано с тем, что у него халява на Twitch Prime. Спасибо, Гангрена. Так, я думаю, мы его обратим в пар. Квадратики нельзя сказать, почему. Пожалуйста, могу квадратики вам показать. Смотрите, у меня специальные квадратики. Посмотрите, у меня квадратики крутые. Всем бы такие квадратики в мире бы войны не было. Когда ты подписывался, я даже не заметил. Да, ну, нет, ну, это... Напомни о себе, не стесняйся. Почему такой слоупок? Я все равно рад тебя видеть, биджентл. Камиль хороший. Веревкин сын нам попался, ходит до веревки. Я думаю, снайперок. У меня есть специальные технологии против снайперков. Называется система стелс, но мы ее сейчас применять не будем. Ладно, на снайпериток на снайперит. Пусть это будет на его совести. Келодос, добро пожаловать, Келодос, добро пожаловать. До Нового года еще 25 дней, да, нам тут уже жило. Ёлки, моталки. Да, Хьюстон у нас проблемы. Еще устали, Джон, ребята, поперло. Спасибо за подписки. Если сейчас в атаку не пойдет, значит снайперок. Нет, идет. Ну, будем надеяться, что не снайперок. Хоп, снайперок. Не шей мне, сурок. Какая отвратная песня, почему я ее напел. Самому стыдно. Ладно, наша задача дожить до поздней стадии. То, что он раскопал мех, это, конечно, плохо. Это может быть какой-нибудь жирный мех, типа, не знаю, какой-нибудь легендарный. Ну, что же делать, уже поздно. Поздно паниковать. Да все, все сабы нормальные. Правильно, неправильно. Нормально, все идет. Его спасает прокачка атаки, его спасает перевертыш. Две детали, мы знаем, что у нее деталь от Йети в руке. Их всего существует шесть, две из них его спасают. Ну, ладно, не самая страшная карта. Еще подписчик топ-дик, ребята, я рад вас видеть. Глаз очень много, но я рад вас видеть. Прощай. Прощай, от всех вокзалов поезда уходит дань. Мы можем сюда болтануть, но это глупый ход. Мы лучше поставим. Ладно, что мы прощаемся, не будем держаться, они такой ценный. Прощай, мы расстаемся. Из полей доносится налей. О чем это я? Да, я думаю, большая часть зрителей твича даже не понимает, куда это. Смотрите, у меня антиснайперские технологии. Технологии стелс. О, а и не видно, они что, видали? Вот так вот. Ах, ты хитрый игрок. Да чтоб тебе не повезло. Еще и копает что-то. Пес, да? Надо решать быстрее. Жениться, что ли? Да денег нет. Тоже себе накопал что-то, да? Кабалочка. Может быть, что-нибудь страшное. Я вспомнил анекдот про поручика Ржевского, но он неприличный. Про жениться, что ли. Наверное, не буду рассказывать. Иди рассказать. Какие-то порталы там открыты. Закрой свой портал. Так, у нас дракон есть? Нет, дракона нет. Привет, дракона нет. В Твиче написано, что САП истекает. 0,4.12 на почту сообщение пришло, что САП закончился. А он не спадает, почему? А там Твич небольшой запас дает. Я не знаю, для чего это. Я не знаю, сколько он длится там у всех по-разному. Ну да, как спадет, так про отлично. Короче, анекдот. Поручика Ржевского пригласили играть в театр. А он, как обычно, напился перед этим. Роль забыл. С бадуна стоит на сцене. Пытается судорожно вспомнить текст. Ему суфлер подсказывает из своей суфлерской будки. Жетки. Жениться, что ли? Жениться, что ли? Да денег нет. Да денег нет. Медленно встает. Да что-то медленно встает. И что нам делать с этим? И шо нам делать? Ну, еще раз все поуешь. Надо давить уже, а то у него. Неизвестно, что там топ декнется. Надо дожимать. Как лучше, за запись на полгода или каждый месяц? А, один фиг на самом деле. Никакой разницы нет. Ты пришла на арену? Здравствуй, Оленька. Так, давай и зелье. Лучше, конечно, червяк, но я хочу зелье раскопать. Просто мне нравится зелье. Не-е-е. Не-е-е. Не вуз там. Давай морду бить, че уж там. Че уж там, давай ему морду бить. О, давай уже морду ему бить. Как тебе делать для стартапа? Создаем базу стримеров, смотрим их стримы, записываем карты в руке и передаем клиенту. Клиент определяет, кто из кого-то играет, считает базе твой противник, а с ним в базе показывать тебе карты. Отличное предложение, отлично. Мне очень нравится. Я хочу стать главным акционером. Акционером. Акционером хочу стать. Дебил уже слова путает, а. Гнум, кто тебя смотрит? Ты же путаешь слова. Предвласт. Да, стану главным акционером. Откроем аукцион. Значит, шкуру Алекс будем продавать с торгов. У меня есть молоток. Давайте прямо сейчас. У меня есть молоток. Нам, правда, нужен деревянный, чтобы стучать не сильно, но громко, а у меня наоборот. Ну, я думаю, на первое время подойдет. Могу быть судьей, могу быть аукционером, значит. Не стоило напрашиваться. Не стоило напрашиваться. Оставим. Мало ранней игры. Жирная кошка раз! Жирная кошка два! Да, у меня самые лучшие цены. Палачом с молотком? Ты что, наркоман, что ли? Это что за хх такой? Аха какой-то. Ладно, давай экономить карты. Вот у меня вот эта штука. Бесполезная. Аукционер Вихлюн. Показать тебе Вихлюна? Смотри, аукционер Вихлюн, смотри. Вон, видишь? Вот это Вихлюн. Опять какой-то ха-ха. Сейчас я поступу подумал. Не шевелись, не шевелись. Сейчас мы тебе... Опа, пират. Кто идет, Алекс? Стой ты, не шевелись. Сейчас я буду стучать. Так, давай-ка, наверное, наверное, давай-ка. Наверное, давай-ка в темп. Испугалась, по-моему. Что-то заподозрила. Ладно, живи пока. Так и быть. Я же добрый. Что за листика и ручка? Ну, это салфетка, на которой обычно чай, кофе пью. А ручка, это ручка. Я ей обычно что-нибудь записываю. Конечно, когда не мучаешь жаробасину. Вот это стул. На нем сидят. Вот это стул. За ним сидят. Он, кстати, не стал сюда идти в атаку. Это очень плохой ход с его стороны. А, у нас такой топ-дек. Да, давай, наверное, сыграем в темп, да? Сыграем в темп? Сыграем ли мы в темп? Нет, не сыграем в темп. Сыграем в жадность. Я жертвую скоростью ради того, чтобы получать преимущество по картам. Как, по-твоему, Драгон Вар темпа не агро у нового мете может стать спокойно? Я думаю, да, может. Да, это голова. А еще я в нее ем. Ё-моё! Ты че? Обалдел что ли? Это жесть, ребята. Вот это жесть. Ух, у тебя зелья хорошая. У нас хила нет. Да, Хьюстон, у нас проблема. Хороший топор, хороший. Вот это уже серьезный оппонентий. Правда, достойного соперника. Что-то мы забираем, конечно. И давай еще зелено копаем. О! Да, пожалуй, подойдет. Пожалуй, подойдет прямо сейчас. Вижу, как мы еще успеем. Хорошая все-таки карта, да? Нормально накопали. Оба зелья хороши. Чувак, это, между прочим, арена. Ситуация со своими деками нельзя. Ты в курсе? Арена, понимаешь? Арена. Каждый собирает деку из... Чем бог послал. А ты нам тут что? Фигвамы рисуешь? Да, что-то не нравится мне то, что происходит. Вот этот топор может меня сейчас отжахать в соло. Окей, батенька и Юрия в день. Или бабушку. Не важно. Он топор, смотри, не тратит. Нет, тратит. Она сейчас минус 6, потом сразу минус 5. Тетушки улетают только в путь. Парень, не хочешь мне много ньбы? Упс. Там кристалл от самого казакуса, ребята. Даже не знаю, что с этим делать. Самого казакуса кристалл. Где у меня тут есть специальная бучная карта? Эх, ну давай, ладно, раз тебе хп не густо. На тебе, дракошку. Развлекайся, друг. Хп, кстати, уже меньше. Да, серьезный оппонент. Внушает такой, внушает. Такой почти она дает легко. Ну, мы передавили его по картам. У него, вот основное преимущество, топор. Но у него, правда, мало хп. С другой стороны, мне нечем их добивать. У меня вот только 4 дамага в лицо. Больше добивать нечем особо, поэтому... Была бы пара фейбола в кармашке, было бы замечательно. У нас же их нет. Ограбление какое-то начинает. Не надо нам тут ограбление начинать. Мы уже только жить начинаем. На пенсию переходим. Сходит на аппарайс хорошо, не сходит, застрелим. Ну, неудобная, конечно, карта. Она дурацкая, но в данном случае неудобная. Чуть прокачал в руке. Давай-давай, на ваппарайзик, друг. Давай-давай-давай. Камон. 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 Капы все еще мало. Че-то рассвистелся, да? Неплохо сыграно, чувак. Неплохо сыграно. Ладно, у меня есть специальный бучный червяк-убийцы. У тебя мало карт, у тебя. А у меня карт поможет. А у тебя мало. А у меня много. Смертокрыло прокачал? Да, это будет стремно. Что он себе позволяет? Что он себе позволяет? Прикольно, кстати, камбас, смотри. Вот это камба, вот это я понимаю, ребята. Вот это колдовство уже. Отдалили мы этого мерзкого воина с караулом. Мощь, мощь! Золотой интеллект Чародея. Мы можем в нашей колоде обычно интеллект Чародея поменять на обычный. Ой, смотри, на золотое. У него действие точно такое же, просто он красивый и анимированный. Вот что молоток-то делать, без молока бы точно проиграли. Сандиус. Сандиус. Так, нам нужны ранние карты, особенно против Ханта, потому что Хан, как правило, играет агрессивно. У нас дочка очень медная, хила в ней нет совершенно. И шанс умереть быстро до того, как мы раскопаем нашу позднюю игру. Очень велик, поэтому нужно любой ценой какую-то раннюю игру изобразить. Но нам нифига не завезли, за раннюю игру вообще нифига не завезли. Это плохо, это на 3-1 похоже. Это плохо. Нифига себе. Нифига себе. Блин, вот это плохо. Ну пожалуйста, первый дрог, но очень нужен. Ну пожалуйста. У нас все было бы неплохо, если бы этот чувак был старт в руке, а потом следующий ход стоил 2 маны, могли бы пингануть и поставить 4-4. Тогда еще хоть что-то было бы. Так у нас все плохо. Видите, против аградеки играем, а сдача очень медленная. Да это и фигово выпало. Молоток из фигспрайса? Нет, из икеи молоток. Социальный киевский молоток. Для финских гвоздей. Пробочные эффекты. О, это прекрасная карта, это хилл на 4. Ёлки-палки. Как у вас, друзья, много. Я, конечно, рад хиллу на 4, но что-то вы тут мне навалили, ребята, какой-то магией злой. Будем отбиваться на следующий ход. Попробуем стенку поставить, похилиться на 4. Но мы сейчас теряем 2, 4, 6, 8, 9. Да, проблемки. Самая красивая карта прибамбаска. Алекс, видишь, вот так выглядят красивые кошки. А ты что? Вот, посмотри на себя. Посмотри на себя, Алекс. И посмотри на них. Что это он меняется? Наркоман, что ли? Слушай, что да. Что-то не очень хорошо, это размен с тигрилой, но у нас тут выборы не богаты. Вообще, молодец, что он начал меняться. Я не знаю, что он испугался, потому что ход Близзарда, что ли. Он молодец, что начал меняться, это очень для меня полезно. Пусть я живот почешу. Однажды я стану рыцарем. Конечно, конечно. Так, у нас феймстрайков нет, но зато у нас 18 хп. Да, был бы феймстрайк, было бы здорово. Ну, если бы у бабушки был феймстрайк, она была бы дедушкой. Передай мне конвенциальный вращатель. Существу. Вот если бы героя можно было полное здоровье восстановить, это было бы круто. Мы сейчас здесь разменяемся, у меня будет 17, 15. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Офигеть. А-а-а, о-о-о-о. Так, на-ка, друг, тебе по башке. На-ка, друг, тебе по башке. Слушай, мы так же сейчас можем выиграть, если так дальше-то пойдет. да, если так дальше пойдет, сейчас еще затащим под окинайка, да, под окинайка тоже крутая комбо, ээээ, полегче там полегче, полегче гад ну что, давай червяков, причем червяков судя по всему вот сюда не, ну вообще, у него карты кончаются, сейчас мы должны, по идее, передавить главное быстро сейчас не помереть наша задача, сейчас быстро не помереть так, атака на 6, у нас 8 так, у вас, друзья, много ой, как вас много, ребята, как вас много ну ладно, у нас сейчас останется 4 хп, надежда какая-то есть, маленькая, но есть пока мы проигрываем, конечно, 4 хп это очень мало так, нам, чтобы выиграть, нужно тебя убить на следующий ход, вообще-то это реально надо просто сейчас не помереть либо можем какой-нибудь зелень на хил, но зелень на хил нет, значит мы идем в атаку чтобы убить тебя на следующий ход, да, у тебя 26, 25, 18, 20, да, у нас летал, если мы не помрем прямо сейчас у нас там подписчик, Влас, Влас, спасибо за подписку если он не понял, летал, то мы выиграем не смотря на плохую стартовую руку о, мы выиграли а я сошла с ума мой друг, художник и поэт у него всегда возникает проблема на подходе к легенде, а точнее ее я понимаю, что с 5 ранга далек, да больше 70 процентов пути всего ладдера нужен совет передай привет Романову Дюшу привет Романову Дюшу, я ты думал про Санчса говоришь, да, про Цауровского Хорстона ну смотри, во-первых, да, из-за отсутствия винстрика ты гораздо медленнее двигаешься после 5 ранга, гораздо медленнее во-вторых, там игроки посильнее, все-таки, чем на 15 рангах поэтому, да, многие стопорятся где-то после 5 ранга, это вполне нормально есть зелен на хилл, ну да, Престовская, Гритер Поушен на 12 ну так мы выиграем надежно, а так только зелен нафига нам это зелен зелий-то много, а так мы выиграем кабан затащил, да, кабан затащил кабан крутой смотри, даже есть курьер кабана ну че, пока 4-0 идем, это не совсем новичковский результат Фолян, ты рано пришел, Фолян, приходи позже сейчас раскрутиться не надо крутиться не надо, пожалуйста, крутиться нам и так тут трудно в этой 2 фрустболта, я бы приточил фрустболтом бы забрать но че-то они не заходят в стартовую руку изи 12-0, давай 3 на 3, пожалуйста, пожалуйста, на 3, пожалуйста где же наши фрустболты, когда они так нужны сейчас нам тут чувак лицо-то разобьет да, хилст у нас проблемы чувак на 12 сходит за 2 хода, если я сейчас сумею бить только не стенка, чувак фух, слава богу так, ну ладно, он нам сильно пробил лицо но зато мы забрали у него стол сейчас будем ему мстить жестокой мстей нам нужен дракон, чтобы на 3 в 3 дракона у нас деки один маловато будет дракон, нет, не дракон так, давай тебя классный, классный, две шикарные карты но поджигателя уже нет, спал демжа у нас тоже нет соответственно, это просто 2 дамага за 1 ману я, наверное, все-таки говорю возьму главаря банды бесов просто мало синергии с этим бластом спал демжа нет его, конечно, нужно контролировать бласт хорош с драконами, с удешевлялками короче, когда он на 4 выстреливает, он крутой или на 6, а на 2 он так себе вау, там еще и нехритовые карты есть там еще и оружие есть какой ты молодец, однако а дракон я топдекнул сегодня? нет, топдекнул ладно, я тебя понял вау полегче там, полегче, друг ну куда столько нехритовых коленов ты чего? е-е-е, мои ребята, что творится? че творится? так, драконов у нас все так и нет но у нас есть решение есть мы сейчас тебя отдавать не будем как пылить карту новичков если нет знакомых, кто бы подсказал ну туда ничего не пыли как-то у них нехритовых, да? да, я тебя чмурдеет хьюстон, у нас проблемы так, нам наконец-то завезли дракона кристалл от самого казакуса да, у шаманчика-то Констрактед сейчас меня нефри там своим завалит чувак чёти спрашивает, что посоветуешь начинающим игрокам? слушай, но весь мой стрим это один большой совет начинающим игрокам ты смотри, да слушай я весь стрим рассказываю, чё делать новичкам что посоветуешь начинающим игрокам? внимательным быть, например попробуй сколько савов? да, что-то оппоните, он какие-то серьезные ребята сорок 1044 так, но если он не ставит стенку, его можем забрать если он не ставит стенку с пингом, да? давай-ка для начала заморозим, да, для начала заморозим, чтоб как-то смог забрать что мы забрали что мы забрали и чё нам с этим делать? и чё нам с этим делать? что же делать? что делать? да, вопрос не пустой, конечно что же делать? вопрос, конечно, серьезный у меня кончается время все ходы плохие как не походи, все плохо и стенку поставил молодец молодец, еще и стенку поставил чё мне на тлайпе поставил какой-то друг молодец охренеть у нас тут оппоненте ооо, наконец-то наконец-то, ребята я уж начал беспокоиться и дайте мне большой справка что этот слом есть принадлежат мне наконец-то ты пришел первый раз пришел к вам ваш канал, честно говоря, меня заинтересовал просмотрел учебные драфты которые теперь не нужны потому что метагейм поменялся посмотрел все приключения возник вопрос где Каражан? где Каражан? где Каражан? там же Каражан Каражан на базе Роману хуй я босс наркоман наркоман проклятый победу или смерть? пусть боль говорит за меня почему не бабл убил 7-7? потому что бабл бежит на 4 и было 2 а там 7 не хватает, видишь? так так что это я чё то не понял а моему карту дали если чё то отлез и протупил смотри мы не дали рывок на начале я дал ее взял карту блин так я тупой да отлегся на этого отвлекатора конечно конечно тут любой это отвлечет стенку поставил у тебя 윤 спас. Блин. Черт, еще проиграем. Ладно, будем собереть. Давай повнимательнее как-то. Еще не хватало тут проиграть. Ну ладно, мы все равно же планируем выиграть, да? Да, мы планируем выиграть. К обеду или смерть? Да, но ход, конечно, был плохой. Надо человеку сделать, ей что-то. Расслабился. Немного подплыл под этими. Да хватит карты брать. Вот так вот-то. Вот так вот-то. Вот так вот-то хватит-то. Что за атака существ 2-3? Где наши флэмстрайки спасительные? И где наши флэмстрайки? Кстати, я не того убил. Надо убивать того, который хилился. Ладно, сейчас я после этой партии пойду, ребят, умоюсь холодной водой и сделал чайку. А то что-то стал делать плохие хады один за одним, я просто подустал. Надо сделать буквально 2-3 минуты перерыв. Такой хардстоун нам не поможет. Но мы все равно выиграем. 2 минуты я сделал себе чай, умоюсь холодной водой, потому что когда часами так сидишь, то немного плывешь. Давайте пару минут, буквально перерыв, ребят, и продолжаем. Ну пока 5-0, вроде неплохо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый вечер, маэстро. Прошу поставить данную композицию, Гарда Пантери Маузер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редакторитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Соскучились? Продолжаем. Продолжаем наш поход. Да, стул 5-0. Сейчас я быстренько проиграю 5-3. Что-то у нас в чате какой-то ад. Варлок на 5-0. Должно быть страшно. Тонар много уем. Не стоило напрашиваться. Я успел не только чай сделать, но даже пол сосиск съел. О, отлично, отлично. Вот это плохо, это отлично. Теперь нам нужно форсболтеть с какой-нибудь второй дроп и вообще будет прекрасно. Вот это плохие карты для стартовой руки. Чуваки, ну не надо слишком засерять чат, то сам он включат, будет там сидеть в клетке. Собмондует, конечно, прикольно, но чуваки. Ну смотри, у нас подписчик есть. О, отек, спасибо, отек. Вот все будут сидеть в клетке, а он нет. Ну явно снайперок. Можем применить нашу антиснайп систему, но не будем. Рука отвратная, ребята, просто отвратная. У меня одна карта и все руки, которые мне в стартовой руке подойдут. О, смотри, второй дроп, прекрасно. Прекрасно. Добрый вечер, маэстро. Прошу поставить данную композицию Гарда Партнери Мауэр. Спасибо тебе большое, сервский доброволец. Я тебе очень благодарен, но сегодня я музыку вообще никакую не ставлю. Очень опасно. Я тебе поставлю ее завтра, напомню только, окей. Или в любой другой день, когда захочешь. Просто сегодня вот вообще без музыки, как видишь. Ни свою, ни вашу не ставлю. Чуваки, ну серьезно, ну закройте модератор и чат на сапмод. Будете там сидеть в клетке и жаловаться. Блин, мы не можем разменяться. Я бы хотел разменяться, чтобы дракона поставить за 4 маны, но мы не можем. Зато можем поставить поджигателя. Нормально, пойдет. Конечно, не этим, не элем, но сойдет. Смотри, у него же 16 хп, бедняга. На каком ранге? О, ну что-то у нас вроде 19. Мы после арены пойдем еще поиграем ладер. Ой. Ёлки-палки. 19, да. Неплохо сыграно, знаешь ли. Но мы тебя сейчас все равно будем давить. А вот был бы егти, да? Как играть в эту игру без доната? Ну а я что делаю? Посмотришь потом запись с начала на ютубе. Да, вот это проблема, кстати. Вот это большая проблема. Это все очень неудачно, ребята. Очень неудачно. Ну супер неудачно. Барлок-то отбивается, не хочет помирать почему-то. Почему-то. Там Вилория хочет замуж. Вилория, беру тебя замуж. Записывай адрес. Пергамотовый чай. Нет, чай с чиповником в магазине продается. Ну смотри, понятно, что не сам его собирал. Ну смотри, не какой-то там специальный, хитрый, какой-то продуманный чай. Обычно чай с чиповником, черный. Тес. Реклама, реклама чая Тес, ребята. Бесплатная реклама, надо с них денег потребовать. Нет, 300 голды и заботов на эксперт не заработал. Там разы 300 дают, я думал меньше. Блин, ребята, что-то он меня дерет, причем в хламинушку. Дерет меня в хламинушку, ребята. Даже не знаю, что и делать. Нифига себе. Сколько аренда ладера? Только эту одну играем, и все. У нас одна бесплатная арена, и все. Шиповник мочегонная. Мне кажется, если ты сидишь за компьютером и просто чашку за чаем пьешь чашку, чай или кофе, то все что угодно мочегонная. Ты просто очень много пьешь. Так, вот сюда уже копье надавать, но у нас его уже нет. Блин, у меня такая тяжелая, неуклюжая дека, это просто капец. Просто капец. Но если этот чувак проходит лицо? Как вы думаете, есть ли там рено у него в руке? Потому что хп он потерял довольно бодро. Я на игру. Спасибо тебе, я на игру. Ром. Спасибо за твои стримы. ЗПС в чате просит, чтобы ты больше объяснял размены ППС. Люблю, когда бот делает и... И, 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 и. Ну ладно, постараюсь объяснять больше. Ну короче, мы хотим это, убивать его существ. И не терять своих. Это если в двух словах. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Гнуми, послушай внимательно, плиз. Можете лучше просто, проще перематывать. Когда будешь заливать в ютуб, сделай плиз тайм-коды под видео, чтобы можно было скипать тот. Тактик. Я попробую, конечно, но не уверен, что будет временно. Да блин, ну что он себе позволяет, а? Ну посмотри на этого хама. Явный снайперок, ребята. Ну явный снайперок. Ну очевидно же. Всем же очевидно, что явный снайперок. Вот наглости-то ему хватает, да? Там чувак уже не первый раз в чате пишет, видался, хапу большой донат написал, все думают, что он поверит. Нет никакого смысла просто писать большой, ну, изображать большой донат. Никакого смысла нет. Полина. Короче, надо какой-нибудь леталому в лицо. Ой, он сам собирается леталить. Да, может, кстати, и убить. У него атака на 12. Нужно 6 добавить, чтобы меня убить. Так, ну похоже, мы здесь справимся. Я лечу себя надеждой, что мы справимся. Такой же осел, как и вы, сэр. Это кто у нас такой? Рокстарспад. Рокзвезда, ребята, у нас подписался. Спасибо, Рокзвезда, за подписку. Пирабас кинжки надо доставать. Ну, надо, достанем. Если надо, то что ж тут скажешь. Надо, сделаем. Да, нормальная книжица, нормальная. Неплохо сыграно. Вот, дети, это называется Бэдменер. Вот то, что я сейчас делаю, называется Бэдменер. Нормальный игрок просто убивает. Кидает Пирабас в лицо и убивает. А невоспитанный козел, такой как я, говорит, счастливого праздника Зимнего Покрова и кидает ему Пирабас в лицо. Зачем был в лицо? Ну, вдруг бы он похилился чем-нибудь. Чтобы он поближе к леталу был. Да, я не думаю, что Хаб какой-то себе выдумал донат. Я вообще не думаю, что стример это делает. Только какие-то дурачки. Потому что, когда много зрителей смотрят стримера и смотрят у него там, денег у него нет, да? Ну, не донатит ему денег. Блин, он там старается, чувак такой молодец, а денег ему не платит. Надо поддержать его и отправлять ему денег. А тут смотрят, а у него там кучу денег прислали стримеры. Блин, что-то он так дофига зарабатывает. Куда ему еще-то? И больше не присылают. Поэтому это не то, что бесполезно. Это вредно. Я не верю, что какие-то стримеры с мозгами так делают. Так только дурачок может делать. Хорошо поменялись, кстати. Ого, нормалды. Ага. Вот так. Крыло какого приключения лучше купить? Годи, там какие-то звуки странные. Хоражан уже покупай. Ну вот, покупай. Хватит на вторую арену сыграть. Хватит, а хватит, но это точно не путь новичка играть арену подряд. У нас есть одна бесплатная арена. Хапа разве не дурачок? Нет, Хапа совсем не дурачок. Только дурачок думает, что Хапа дурачок. Хапа умен и красив. А что он себе позволяет, я не понял. Блин, у нас проблема. Проблема у нас, друзья. Не то, как у нас, падла, подловил. Да, проблемки, проблемки. Это хорошая карта. Во-вторых, Рома, у меня снова проблемы. Я сижу на новом аккаунте, 3 часа отбиваю слово снайперок. В крафте карты мне ничего не выдает. Что делать? Хоп, снайперок, не шей мне, сырок. Вот это примерно. Гандар, ты такой матершин неприятный. Плохой, плохой, Гандар. Плохой. Что за ханта никто не играет? В ладере сейчас хантишка слаб. А на арене он сильно подрос за счет новых карт. Так, его мы взять покататься не можем. А жаль, я бы хотел. Проблемки, ребята, проблемки. Все очень плохо. Все просто ужасно. Похоже на 6-1. Чувак, ну хватит жир, он-то меня заваливает. Покататься ничего не дает, да? Не иначе снайперок. А как еще это объяснить? Да как угодно. Но мы все равно пановим. Хьюстон у нас с проблемой. Плохие дела у нас, Хьюстон. Так, ну нужно забирать его, пока он не накачался. Мы сейчас очевидно будем давать спелл. Очевидно будем давать спелл. Еще покатушки заберем двоих. У нас останется 7 маны. Можем поставить тебя пингануть. И, наверное, мы так и сделаем. Да, мы поставим тебя пинганем. Убиваем оригинал, чтобы он на всякий случай не резнулся. Домогаем сюда. Понятным причинам мы либо вот так разменяемся, либо шервяком. Но вообще дела у нас очень плохи здесь. Очень плохи. Почему зелем не разменялся строгом? Потому что зелем далеко не каждого юнита берет, представляешь себе. На нем писаться с атакой 2 или меньше. Если бы он любого юнита брал, это была бы какая-то лютая бомба. Но он бьет только маленьких. И мы ждали существо, которое можно спереть. О, ай, ты че, ты че, ты че, ты че? Эээ. Ладно, ладно, я все понял. Все, дважды объяснить не надо. Хотя могли зелем вытащить, ну ладно уж. Все равно АУЕ стоит 6 маны, у нас было только 9. О, ё-моё. Без разницы, как его убивать. Ну, и так, на всех случаях-то да. Какой-то опасный хантишка нам попался. Феймстрайка не было? Не, у меня маг без феймстрайков. Какой-то бракованный. Да, вот этот защитник Магора, конечно, не добавляет оптимизма. Вообще не добавляет оптимизма защитник Магора. На линканечка должно быть максимум 2-3. Ну, представь, что мы просто играем на день больше, что мы начали вчера, а не сегодня. Тебе проплатили? Ну, все, может быть. А что проплатили? Ханта такого бешеного проплатили. Ну, смотри, первый дроп пришел. Какой своевременный. Ты смотри, какой своевременный первый дроп. Новый аккаунт? Да, да, с нуля, ребят, с нуля играем. Новый аккаунт. Еще можно выиграть всех ботов в полчисту голды. Выиграть всех экспертных ботов это долго, это 9 партий, если все пойдет хорошо. Вот, а награда не так уж велика. Всего один бустер. Мы лучше сразу в ладер пойдем вырваться. На рамках игра. Сейчас с арендой играем, пойдем в ладер еще немножко поиграем. Зачем Новый аккаунт создал? Потому что если бы на своем аккаунте изображал бы путь новичка за золотой коллекцией, то это было бы как-то неправдоподобно, да? Сейчас, ребята, я научу вас, как без вложения, играть в золотой коллекцией легендарками. Вот это да, вот это был бы отличный гайд. Привет, привет, привет. О, привет, привет. Это хорошо, что он почти пропустил четвертый ход. Позволил нам отобрать у него темп. Готовьте попки, садобар в здании. У нас много секретов. Боже, кто меня смотрит, а? Кто меня смотрит? Легенду сегодня возьмем? Обязательно. Обязательно легенда может быть даже сегодня. 100% может быть даже сегодня. Если я весь такой из тебя купец, то на 100 мне эта худая жена маловато будет. Лирика. Эти парни тупо ловят рыбу палкой в луже, и ревут на весь двор, что я страшный мудак. И девушек жалко, почему же они ведут себя, будто я Саш рыбак. Им нужны сказки, ласки. Им не нужны глазки. Я смотрю в эти глазки. Они прекрасны. Я зову ее мои золотые, золотые рыбки. Мои золотые, золотые. Умоляюсь, молчи. Это отвратительно. За доллару. Эти глазки. Эти голубые глазки. Сегодня день ответов на глупый вопрос. И стоит ли докупать ЧГС и все остальное купленным? Ну если у тебя вообще все остальное есть, то да, можно. Иначе я бы не стал. На тебе копьем по башке, и на тебе революционный 7. А теперь может у нас взять существо покататься, но он никого убить не может. Что-то мы никак нашего угромагура не можем реализовать. Вроде такой дурацкий, за 6 маны 8-5 ходит не туда. И не можем реализовать. Ну как так? Мясонола была дворфом разменяться? С чего бы это было дворфом разменяться? Дворфа можно похилить, а того чувака похилить нельзя. С чего это его мясонол? Все правильно сыграл? Вернуть в руку у дворфа полезнее, похилить можно. Если какой-нибудь эфиджер сдобудем или дупликейт, дворф полезнее. Нет, здесь по всем пунктам надо было дворфа сохранять. Нет ни одной причины отдавать дворфа над чуваком 4-3. Откуда на новом аккаунте неплохая ктун-колода? Ну посмотришь запись? Посмотришь запись, как у нас собрали неплохую ктун-колоду на новом аккаунте. Так, у нас атака на 9, плюс 5, 14, 15, 16, да? Маловато. Ну что, то опять урон нанесем, да? Неприятная штуковина такая, жирная. Прям как моя кошка. Но мы на следующий год можем залеталить. Теоретически. Нужна ли живода в ренопреста? У меня не помещается живода. И в большинстве билдов не помещается. Да. Тааааак. Блин, попал. Тебя смотрю я. От этого тебе уже должно быть плохо или хорошо. Все относительно. Скоро церковь Великая Алекстраза откроется. Готово. Со дня на день, садобарчик, со дня на день. Уже почти открешь. Чё-то приз сопротивляется. Гадкий ключ, да? Эй, 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 ты чё там себе позволяешь? Сколько видишь пальцев? Да, блин, сколько пальцев. Нормально раскопал. Прикинь, сейчас промахнемся, вот сюда сходим. Это будет обидно. Наверное, придется вначале застрелить, да? Чтобы в него не сходить. Конечно, в идеале сходить в лицо. Конечно. Но мы живем не в идеальном мире. Его заморозим, потому что иначе он разменяется с 3-4. А так он жирное существо отдаст. Слушай, вот неприятный тип, да? Сопротивляется. Ну что за фигня? Такой же осел, как и вы, сэр. Я такой же осел, как и вы, сэр. Говорит, сори, мам. Прости, мама. Я такой же осел, как и ты. Блин. Спасибо за подписку, мама. А, хочешь, чтобы этот дебил не туда сходил, да? Ну, такое возможно, кстати. Да шо ж такое-то, а? Да елки-палки. О, нет, друг, я так не играю. Ну, а сланг, кстати, полезно. Сейчас в атаку не пойдет, мы его заморозим. Вообще никуда не ходим. Он может, да, догадаться, ну, или как-то предположить, что пора с ним пойти в атаку. Если пойдет, конечно, будет идеально, да? Но если не пойдет, мы его за и слансим. Может он снайперок, может он спалит, мой секрет. Надо подумать. Да не надо думать, надо идти в атаку, чувак. Огр подвел, ребята. Огр они такие сильные, но туповатые. Прям как я. Будет стремно, если снайперок, он секрет спалит. Я вообще хотел овцу, конечно, ну, что выпало. Эх, испугался. Испугался трусишка. Ладно, у него сейчас кончатся карты. Ну, мы поставим чувака с рывком. Блин, у него пора сейчас разъезд, съезд просто бесплатно. Это очень обидно. Такие дела, ничего не поделаешь. Блин, сколько можно пальцы показывать? Пальцы ссовать мне сюда, в розетку. Категорически. Привет, Анида Меркова. Я тебя тоже категорически приветствую. Ладно, сейчас мы передавим. Передавим, передавим, передавим. Передавим, передавим, передавим. По картам передавим. Плюс зритель, можешь плюс зритель? У него все ходы очень долгие какие-то, это подозрительно. Он хилит лицо. Опа, Нага. Ну, мы выиграли. У нас стол, у нас рука. Ему нужно как-то невероятно поднимать. Это смертокрылов подряд, чтобы меня переиграть. Это невероятно должно быть поддеки сейчас, чтобы выиграть. Ну, не так плохо. Нормально. 7-1, да, это невероятно. И ты лучшая ная. 7-1. Спасибо за подписку. Такой же осел. Максим. Максим 2005. Это дата твоего рождения? А, нет. Максим и Зелурк. Зелурк и Максим. Привет, привет, привет. Я даже не знаю, откуда эти цитаты. И мне кажется, хорошо, что я не знаю. Я горжусь тем, что я не знаю, откуда эти цитаты. 2005, это год рождения или что это у тебя? Максимка, тебе 11 лет? Или 12? Так, но оппоненты уже должны идти крепкие, поэтому нужно задавать себе хорошие старты в руки. Точно не такие. Нам нужна ранняя игра. В основном в поздней игре у нас всегда все хорошо. Нам нужна ранняя игра, чтобы быстро не умереть. Ну нет, 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 нет. Нет. Большие стрелы строят на арене, брать? Да, нормально. Тем более, среди эпиков много шляпы всякой неиграбельной. Типа из блоков, да? Поэтому. Блин, ужасная рука и может быть, не знаю, как. Какой-то. Долго они мулиганятся и долго ходят, подозрительно. Может быть, 7-2. Обидно проиграть, потому что у нас 2 фрусболта. У нас есть первый дроп, у нас есть второй дроп. Ну где это все? Нам, гад, плеснал. Не везет. Надо поныть. Не, я думаю, снайперок. Долгий мулиган, долгий пероход. Похоже, что снайперок. Опа. Ничего у нас нет. Есть такая примета. Чтобы поперло, надо поныть. Если хорошенько поной, что обязательно попрёло. Давайте сейчас. Не везет, не везет. Очень не везет. Как тут выигрывать, когда такие плохие руки. Ну все, давай, давай. Я поныл. Давай, мы готовы. Руку закрыть. Ну можно закрыть. Да ладно. Ну подснайперить, но выиграть. Ладно, чертся. Будет странно, как ты обучающий стрим закрытой рукой, да? Что же делать? Что же делать? Закрыть стрим и нормально быстро ходить. По-честному, чтобы играть. У тебя нет чести. Ты жалкий трус и подлец. Ты больше не офицер. Тьфу на тебя. Так, Алекс, неси тряпку. Монитор будем вытирать. Не хочешь заменить смайл у некоторых? Даже если бы хотел, у меня уже нет такой возможности. Сейчас у всех, кто раздобыли себе смайлов на Twitch Prime, не могут их поменять. Чтобы заменить смайл, нужно один удалить, ну или больше удалить, и отправить на рассмотрение новое. Сейчас мы можем удалять смайлы, но чтобы отправить, то нужно старое количество самов, которого уже нет. Давай хоть что-нибудь. Ну, ёптель, ну ты просто несерьезный, ребят. Ну, просто какая-то засада. Ну, точно снайперок. Давай я просто закрою руку, чтобы он быстрее ходил. Ну, значит, долго ждать. Хотя нет, смотри, быстро ходит. Да, с такой рукой мы домой едем. Главный ник раскрученный, а ты что думаешь, что... О, давай-ка дадим его, да. Давай дадим хоть что-то. Ты думаешь, что этот ник сильно меня маскирует? Нет, не в ту сторону уехал. Что уж-то кто у нас там такой играет, а? Непонятно. Написано не гнум. Наверное, так и есть. Пятых дропов тоже нет, да? Да, внятных пятых дропов у нас нет. Жалко. Как мы в Кабалке, 2-2-3 на арене. Очень крутые. Они медленные, конечно, очень крутые. Кристалл от самого Казахуса. Казахус. Мистер Цельсий. Эх! Разудись плечо! Сходи в атаку, рывок. Начали какие-то сплы играть, наконец-то. Я опаздываю! По-моему, ГГшечка, да? Сейчас мы еще посмотрим на зелья, но, по-моему, можно домой уже ехать. Это 2. Это мимо кассы, по-моему. У-у-у-у-у. Прекрасно. Не-е-е. Ладно, боремся, боремся, боремся. Ну смотри, топдеким червяка, убиваем 4-2, я какую-то приятную атаку создаем Нет, не топдеким червяка, очень жаль Вы знаете, что этот мощный старик, это гигант мысли, отвергивая демократия, все против нас, ребятам Будущее никогда не наступает Оно лишь безнадежно отступает под вынужденным натиском настоящего А что и наступает, так это прошлое Оно бесцеремонно наступает на пятки настоящих От этого неугомонно против одни беспокойства настоящему и будущему Ах, земла, еще один пробежок, да знаю я Иди отсюда, носач-бородач Под руку тут, еще одно поражение и все, проиграл Дурляка мерзкая Ну ладно, это не считается, у нас была совершенно отвратная сдача, отвратное зелье нам вылетело, это вообще не считается Это не серьезно Да уж Согласен Химик Кабала, конечно, сомнительная карта для старта в руке, но у меня настолько тяжелый дек, что ты мулиганишь Химик, а получаешь себе победитель арены и фолиант Ну реально, надо пересчитать хоть ранние дропы в нашей игре, у нас достаточно много в нашей деке ранних дропов, почему у нас все стартовые руки вот такие? У нас два фростболта, у нас первый дроп, у нас несколько вторых дропов, почему каждый раз такая фигня? Ну это явно Близзер подкручивает Явно Ну хотя бы фростболт переехал, а то хорошо О, надо мочить эту штуку Лимончик Разы и Казакус, оба отличные Просто разы только в престе играет, а Казакус играет во всех ринодеках Включаю ментальный дизлокатор ТС-130 Ментальный дизлокатор он включает Я включаю поджигателя 007 Кровь будешь пустить, да? Давай А че нормально, кстати Вообще отлично, идеально практически Да, нормально, где он сейчас разменяется сюда Мне правда тотку жалко, ну да Такова Воля богов У нас будет гуль 6-3 Ну ладно, 5-3 Да, шо ты не красиво с нами поступаешь Один полезный спал, остальные не так себя Остальные слабенькие Слава богу, ничего не своровал А то уже расстроился, что сейчас будут меня вообще жарить Так, ну что, ну что, ну что, ну что Что тебе, друг, рассказать про Сахалин? На тебе для начала стеночку Для начала У нас такой жирный Да, вот это очень мощный команд Преста, конечно, усилил И это очень мощный команд Не мог бы ты объяснять Да, блин, когда идти в размен Почти всегда нужно идти в размен, ребята Почти никогда на арене не ходит лицо Так, сейчас, ладно На арене почти всегда размен Мы не отдаем Близзард, потому что здесь Близзард очень вялый Вот это хорошая карта Мы хотим много существ, чтобы он сдал Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну с флоном нам особо воскрешать нечего, да? У нас есть пламя из хороших карт И Мортал Койл Я, пожалуй, выберу пламя У нас для слона только всякая мелочь там Да, всякая мелочь для слона А им нужно жирночь воскрешать Конечно, не хламстрайк Нет! Мне вам вообще ничего не нравится Тише! Если новый аккаунт, то откуда Сильваны и Громаш? Громаша я вскрыл, а Сильваны у меня отродясь не было Отродясь в нашем селе Сильваны то и не было Боярин! Окстись, барин! Кокой! Кокой, Сильвана! Почему ты думаешь, что палатин стал слабее на арене? Ну я не уверен в этом, помидоры Я сказал, что возможно стал слабее Мне так показалось Но уверенности в этом нет Так, а зачем он ее стырил? Какой-то стыренный ход Довольно стыренный ход с его стороны Ох, походил, кстати Так, ну что? Ну что, друзья? Не изобразит ли нам некоторое кунг-фу? За народского Надо ждать, пока он выставится А потом уж хорошо палить Мы там за врагу играли Да, раскопали Сильваны этим Раркой Путь через глубины Уже раскопали Сильвану? Ты поставишь чем-то мне покататься, чувак? Давай Хочу зелье безумия Какой хитрец Какой хитрец Ё-моё Ребятушки, проблемы у нас 14 хп, между прочим Шутки шутками У нас 14 хп Это не шутки 14 хп Под номером 1 Едем и молчим Ничего, боремся, боремся У нас есть Рено Джексон Только на существ Нормально Нормально Делай ноги Делай ноги Проблемы Проблемы, друзья У нас проблемы Бежает нас этот Неходяй Держимся У нас больше карт Наша задача замедлять партию Размениваться Чтобы у него карты кончились Мы потом передавили по картам Но что-то у меня Давит пока Ну чё-нчё Сейчас пойдёт Сейчас пойдёт Ты дашь мне что-нибудь покататься? Алло Что за наглец? Не даёт покататься, ребят, карты Я хочу покататься На тебе червячелу Упс 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 Уже лагало просто Ну чё, вроде продержимся, да? Кто знает, где проснусь завтра Всё под контролём Я жив Правда Жизнь праздник Я держу градус Жизнь драма Жизнь драма Жизнь слабости Джинкап Шикарно Но жизнь Держимся, ребята Держимся Держимся Но я жив Мама Я хотел так жить Правда Так, он зелья накопал Он сколько зелья отдал Он может нас сейчас в лицо убить Можем дать всем по 2 И всех убить Будет 1 хп Здесь будет 1 хп Давай-ка, а то что-то страшно Как-то Очень страшно, ребята Вдруг там зелья, которое Всем по 5 бьёт Я не посчитал, сколько он зелья раскопал Сколько отдал Там может быть зелья, которое всем по 5 бьёт Барлоковская Блин И вот тут мы проиграли, да? Потому что вот Потому что вот проиграли Обидное поражение Обидное Да, он не улетал Фак Фак Сим-3 Ну, прист мерзкий, а Додавил такие Это было третье поражение Используй свой призовой ключ Чтобы получить наград Плавное используем Мерзкий пристижку Додавил у нас такие О, ещё один Лишний карт Ну что, это точно бульжирный бустер? Точно с ареной? В точном смысле с легендаркой Ну давай, ну легендарк Ну давай Я хочу тебе Приди ко мне, легендарка Сорок пыль Ладно, у нас есть 250 голды И мы купим ещё пару паков Только вопрос, каких? Там рывок был? Не был там рывок Не был там рывок Классик или последнее дополнение Классик или последнее дополнение Давай один такой, один такой купим Ну конечно, новичок вряд ли сделать на арене 7-3 Такое маловероятно Ну просто представьте, что вы играете там на день больше, чем я Будет такой же отметка Мано-змеи Ладно, в маг нормально ложись Потому что не легендарк, но моно-змеи сойдёт Видите, при том, что нам с бустерами очень сильно придёт Реально сильно не придёт с бустерами Мы скрываем тут довольно слабо Всё равно он из колода собрал довольно прилично А если случайно скрыть что-нибудь жирное Да, легендарк какой-нибудь Или там золотой что-нибудь, чтобы распылить То мы можем вообще очень достойно играть